Блокадные маршруты – это настоящее погружение в историю. Благодаря технологиям виртуальной реальности каждый желающий может стать свидетелем одной из 12 подлинных историй осажденного Ленинграда. Приложение мы открываем ближайшую точку и загружаем историю. Проект существует с 8 сентября 2021 года, однако почти год ушел на его окончательную доработку. Чтобы появилось не просто приложение, а другая реальность внутри маршрута, привлекли более 30 человек – VR-разработчиков, историков, урбанистов и режиссеров. Горожанам и гостям города предлагают пройти 12 точек на карте. Начинать советуют с Казанского собора. Это воспоминание очевидца выступления артистки при отправлении солдат-ополченцев на фронт. А как нам известно, именно из этого места ополченцы и воины уходили на фронт. Здесь они давали клятву, здесь они давали присягу, здесь под Казанским собором некоторое время находился штаб Ленинградского фронта. Самой масштабной стала работа над визуализацией блокадного города. Для создания таких картин использовали актеров форму и предметы на улицах в историческом центре. Затем все сканировали и получали 3D-модель. Этот эффект Point Cloud, он создает ощущение к зыбкости, того, что вся реальность собирается и распадается, что это память, она такая, как снег, как пыль, как какие-то мелкие крупицы, которые вместе создают образы. Я в темноте чуть не наткнулся на сеть испутанных трамвайных проводов, сорванных на протяжении 200 метров и превратившихся в неожиданное опасное заграждение для проходящих автомобилей. Историю озвучили актеры Юрий Гальцев, Ирина Соколова и многие другие. Но недавно проект обрел новые голоса. Его дополнением стал подкаст. Так авторы проекта планируют привлечь и юное поколение. Ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады готовят специальный выпуск подкаста «Вас вызывает Ленинград». Гостями в нем станут 5 школьников и студентов, победителей патриотической акции «900 секунд». Они поговорят о блокаде, Ленинграде и о своих мечтах. Я ни разу не участвовала в подкастах, и это мой первый опыт. И мне кажется, это интересно, потому что тут освещается такая тема, как блокада Ленинграда. Но я думаю, мы все такие же подростки, со своими амбициями, желаниями, со своими эмоциями, чувствами. Я думаю, что мы в принципе похожи, просто они жили намного-намного-намного в тяжелые времена, чем мы. Сегодня наш специальный выпуск. Выпуск посвящения Ленинграду, ленинградцам и каждому из 872 дней, что они выстояли. Вместе с проектом «Обычную прогулку по главным достопримечательностям Петербурга» можно превратить в путешествие во времени. Искренний разговор о блокаде – это не про факты и числа, а беседа о судьбах ленинградцев. И прежде всего, о торжестве жизни.